Дота 2 хаос – это отличное место, чтобы выиграть вещички по доте 2. Здесь есть куча интересных режимов – спинкин, трипл, сундучки, дабл и прочее прочее прочее, а баланс можно пополнять хоть скинами и даже получать бонусы абсолютно на халяву. Ссылочка в описании. Всем привет, это снова ТОП ДОТА. Почему снова? Потому что у меня сегодня уже выходил видосик, буквально пару часов назад. Если не успели, то советую чекнуть. А сейчас я хочу показать вам несколько интересных мифов дотки и вместе с вами их проверить. У нас будет максимально интерактивный видос во всех смыслах. В общем, погнали. Итак, первый миф дотанчика – можно ли понизить скорость передвижения до 0 единиц, чтобы юнит прям не двигался как в стане из-за кучи дубаффов на мс? Ииии… ответ… ответ вы напишите в комментариях, даю вам 5 секунд. И будем так делать с каждым мифом, чтобы было интереснее, а то вы наверно уже и вкладку переключили, чтобы смотреть мемасики вк. Ну и ответ – нельзя. Скорость можно понизить только до 100 единиц. Потом уже никакого снижения нет, сколько б вы там не замедляли и как бы вы сильно не старались. Хотя думаю, что многие и так правильно ответили в комментах. Вы красава. Теперь второй миф. Трон можно сломать с первого удара. Что вы об этом думаете? Вот прям подойти, бахнуть по нему и чтобы он рассыпался. Получится у вас такое. Ну думаю, кто хотел, тот в комментах ответил. А теперь отвечу я. Да, у вас конечно получится. Правда в обычной игре вряд ли, но вот в лобби точно. Во-первых, можно набузить миллион урона за легионку или пуджа. Ну а во-вторых, можно придумать разные обдолбанные стратегии, с кучей бафов и дебафов. Однажды НС сделал такой, скажем, вызов дота комьюнити, и ребятки со всего инета придумывали разные хитрые способы. Способов они придумали немало, и в описании я оставлю ссылку на ролик НСа. Если вдруг вы этот движ пропустили, то советую глянуть. Нормальная такая тема была. А вот следующий миф у нас реально годненький, и тут я хочу, чтобы вы были повнимательней. Говорят, что если вы замедасте рейндж крипа, то получите экспы даже больше, чем если вы замедасте катапульту. Огромную вот эту штукенцию, которая появляется раз в несколько минут. Советую поставить на паузу, немножко подумать и отвечать. Думаю, большинство из вас предпочитает замедастить катапульту, если есть такая возможность. Ведь так вы получите больше опыта, вкачаете таланты и так далее. Но если вы так делаете, то вы не правы. Рейндж крип хоть и маленький, но опыта даёт он побольше, чем та же самая катапульта, и тем более чем какой-то миличный крипас, который вообще почти ничего не добавляет. Если вы попытаетесь сравнить это в игре, то у вас сейчас к сожалению ничего не получится из-за чудесного обновления 7.0, в котором теперь не показывается циферка опыта. И это конечно грустно. Но чтоб вы не подумали, что я вас тут наябываю, можете сами загуглить. Рейндж крип даёт чуть больше экспы, чем катапульта, так что теперь используйте своими дасы с умом. Да и тем более, в таком случае вы получите ещё и побольше голды. И последний на сегодня миф. Звучит он так. Можно ли получить третий левел до выхода крипов? Понятное дело не будем говорить о лобби, о кастомках, о читах и о прочей херне. Именно вот в пабе. Зашли, пикнули героя, апнули третий левел и потом хоп вышли крипы. Все вот первого левела бегают, а вы такой королюга третьего. Получится? Давайте пишите. Ииии да, получится. Для такого нужно постараться запотеть и в соло насмерть угандошить рошана, именно до выхода крипов на первом левеле. Если вы думаете, что это невозможно, то наверное вы совсем уж новичок, да и многого ещё не знаете. Остальные же думаю в курсе того, что Урса может заварить рошку ещё на первом левеле. Кстати пишите в комментах, если хотите, чтобы я показал вам и рассказал, как это всё делается в патче 7.0, потому что очень многое изменилось и большинство такую штуку ещё не пробовали. Видосик, кстати, могу запилить хоть завтра, вы главное напишите и налайкайте, мне это не сложно. Ну и на этом всё, спасибо за просмотр такого вот экспериментального интерактивного видоса, с вами был ТОП ДОТИЧ. Пишите хотите ли вы ещё подобные ролики и не забывайте подписываться. Ну а кто уже забыл о чём я говорил в начале, гляньте мой второй ролик, который вышел пару часов ранее, вдруг пропустили. И вот теперь уже точно всё, удачи! Субтитры делал DimaTorzok